Многие эксперты, Игорь, за время полномасштабной войны, они говорили, утверждали, что феномен и российского общества, и российской пропаганды, он таков, что вот если вдруг так случится, что завтра умрет Путин, убьют Путина, то и Соловьев, и Скобеева, и Симонян, они просто вот будут бежать первыми, как на олимпийский рекорд, для того, чтобы сказать, что на самом деле они его не поддерживали. На самом деле они оппозиция, и вообще их заставили и запугали, и, конечно же, Путин тварь последняя и довел страну. То есть переобуваться они будут буквально моментально. И можно в этом сомневаться, можно соглашаться, но приблизительно какой-то вот такой похожий подход сейчас у нас в контексте крушения режима Асада и Сирии. Значит, аналитики посмотрели некие последние выпуски российской пропаганды, где утверждается, что и Z-пропагандисты, и российские телеканалы, они начали стремительно менять свою позицию. То есть те, кого они еще вчера называли боевиками, то есть те, кто сверг режим Асада, это уже их по-другому называют, просто какими-то военными. Сам Соловьев, который рассказывает о том, что на самом деле вся ответственность лежит на сирийском народе, на сирийской армии, что это же они не захотели сражаться и отстаивать, защищать свою власть. Брать на себя ответственность за жизнь народа, который не хочет на себя эту ответственность брать, это странно. То есть он говорит как бы о России. Я вот боюсь ошибиться, но в последний раз в Сирии или из Сирии Соловьев привозил сюжеты буквально 3-4 месяца назад. Он рассказывал о бравых российских солдатах, генералах, они там ездили, что-то смотрели, ну и все, как бы сегодня это все схлопнулось, схлопнулось буквально за 10 дней. Что это за позиция такая пропаганды и удастся ли ей вот как раз сейчас продать, что Сирия, какая Сирия, нас там нет, нам даже это было неважно, ну и Асад, подумаешь, что мы его поддерживали, ну режим пал и пал, ничего страшного. Вы знаете, здесь есть разные, так сказать, вот фракции в этой российской пропаганде. Если брать Z-телеграм-каналы, это тоже важная на сегодняшний момент часть ее, потому что на самом деле сегодня все-таки вот наш с вами любимый Соловьев, там, Скобеева и прочий Симонян, они стремительно теряют аудиторию. Мы знаем аудиторные замеры и программы Соловьева в 2024 году, они вывалились из топ-100, то есть если 2023 год это был год, когда они вываливались из топ-50, то есть за пределы наиболее популярных программ, первых 50 популярных программ, то в 2024 году они свалились за отметку топ-100. Это очень существенное падение. А вот телеграм-каналы, они, вот Z-телеграм-каналы вообще в телеграме, вот путинская пропаганда доминирует, но там она более, ну если так можно выразиться, она там более честная. То есть на самом деле они там меньше врут. Они, конечно, врут, но врут все-таки они, поскольку они зависят не от бюджета, а они зависят от своей аудитории, они кормятся от своей аудитории, поэтому они с этой аудиторией обращаются более деликатно, они стараются ей все-таки меньше врать. И вот они, как раз Z-телеграм-каналы, они очень возмущены, они очень, так сказать, кипят и находятся в состоянии вот той самой древнерусской тоске, о которой, так сказать, пел известный певец. Ну вот, и они действительно возмущаются, они обвиняют российское руководство в том, что оно бросило Асада, зачем приходили, зачем столько вложили денег, и вот зачем сейчас так позорно, так сказать, бросили своего союзника. Там в этом смысле возмущение. Что же касается российского официоза, то я хочу обратить внимание на позицию Лаврова, который уже заявил сразу же, что результат того, что произошло в Сирии, это вина Соединенных Штатов Америки, что это их козни и так далее. Ну, англосаксы, проклятые англичанка, как всегда, нагадила везде, теперь эта самая англичанка нагадила посреди сирийской пустыни. Вот, то есть, ну, это Лавров. Примерно это, на самом деле, методички, вот судя по тому, что я вижу, методичка пока не спущена. И тут ведь, понимаете, вы очень точно заметили, что вчера это были террористы, Бармалии, ужасные, я имею в виду те, кто освободил Сирию от Асада. Вчера это были кошмарные террористы, вот, а сегодня это уже повстанцы. Ну, это знаменитая трансформация, значит, кто ты разведчик или шпион. Если ты враг, то ты, если ты наш, то ты разведчик, а если чужой, то шпион. Вот, примерно, таким же образом и здесь. То есть, вчера это террористы, сегодня это повстанцы. Почему? А потому что никто не знает, чем все обернется. На самом деле, да, действительно, это огромное событие, огромной важности освобождения Сирии от 55-летней диктатуры семейства Асадов, которая воспринимала Сирию как свою собственность и как свою рабыню, которую они насиловали на протяжении 55 лет, производя геноцид сирийского народа. Это громадное, большое, хорошее событие. Кстати говоря, если у нас время хватит, то я хотел бы остановиться на потрясающих совершенно оценках, которые дают некоторые российские оппозиционеры этому событию. Это вообще фантастика. Но это не главное. А главное то, что это действительно очень хорошее, светлое событие освобождения сирийского народа от чудовищной диктатуры. И выход из тюрем людей, которые десятилетия там томились. Это событие, безусловно, позитивное. Но что дальше будет, никто не знает. Потому что, да, действительно, у, так сказать, вот этой сирийской оппозиции, которая приходит к власти, во-первых, она очень разная, там несколько группировок. И у тех людей, которые действительно освободили Дамаск, например, довольно, ну прямо скажем, тяжелый политический анамнез. Это люди, которые были в исламском государстве, которые были и в Аль-Каиде, и в целом там и те самые 10 миллионов долларов, которые, я не знаю, вот на сегодняшний момент по-прежнему ли Соединенные Штаты Америки готовы предоставить 10 миллионов долларов за информацию, где находится командир вот этой вот группировки. На самом деле, я думаю, что это очень легко сейчас выяснить, где он находится. Весь вопрос заключается в том, хотят ли Соединенные Штаты его арестовать. Но в данном случае речь идет о другом. Речь идет о том, что мы не знаем, что дальше будет происходить. Понятно, что освобождение от Асада не означает тут же воцарение рая на сирийской земле, потому что эти группировки, они явно не находятся в гармонии друг с другом. Курды и протурецкие повстанцы – это явно, так сказать, перспектива нового конфликта. Понятно, что там, в общем-то, скорее всего, такого какого-то гармоничного мира не будет. Но, надо сказать, что главная причина, по которой пока еще российская пропаганда, так сказать, не определилась и не получила методички, потому что неизвестно, как поведут себя новые сирийские власти, именно власти, потому что, скорее всего, единой власти все-таки будет трудно добиться. Там говорят о демократических выборах, но это все некоторая перспектива, не очень, так сказать, стопроцентная. Но никто не знает, как поведут себя вот эти самые разные группировки, которые пришли к власти сегодня, как они поведут себя в отношении российских военных баз. Пока вроде бы как месседж, направляемый от руководителей, так сказать, сирийских повстанцев такой, что вроде бы как не собираются воевать против, так сказать, России, вроде бы как не собираются, так сказать, как-то кого-то притеснять. То есть такой очень миролюбивый. То есть вот на самом деле все эти бывшие сторонники исламского государства сейчас демонстрируют, ну, пока очень такую взвешенность и даже, я бы сказал, некоторую мудрость, говоря о том, что они собираются сделать Сирию свободной для всех сирийцев, для всех жителей, вне зависимости от вероисповедания и политических ориентаций. Вот это обнадеживает. И российское руководство, оно ждет. И поэтому пропаганда российская не получила ясных методичек, что как надо к этому относиться. То ли говорить, что как Лавров, что это все происки англосаксов, ну, это будет очевидно присутствовать, как часть этого пропагандистского месседжа. То ли будет говорить о том, что это, так сказать, проклятые джихадисты захватили все. Ну, это будет зависеть от того, как, так сказать, Россия будет... Сохранятся ли российские военные базы в Сирии, сохранится ли какой-то диалог российский... Ну, то есть то, что Россия потеряла свое влияние в Сирии, это очевидно, это 100%. Но будет ли российское руководство давать сигнал российской пропаганде не слишком сильно мочить вот новую сирийскую власть, это большой вопрос. То есть пока не определись. Методичек явно нет. Поэтому есть некий разнобой. Ну, я думаю, что в ближайшее время все определится, и, скорее всего, все-таки будет Мочилова, будет обвинение англосаксов, будет обвинение новой сирийской власти в том, что они, так сказать, вообще Бармалеи и так далее. Ну, это очень характерно, кстати говоря, то, что происходит в Афганистане, когда талибы, талибы это наши, талибы больше никакие не джихадисты, талибы никакие не террористы, а это, в общем, зайки замечательные, которые на самом деле являются нашими ближайшими друзьями. Так что, ну, то же самое, что происходит и с Хизбаллой, и с йеменскими хуситами, и со всеми террористами, которые являются дружественными российскому террористическому государству режимами. Но пока что, прежде всего, хочется порадоваться за сирийских женщин, потому что новая власть, ее вот так аккуратно называют, по крайней мере, украинские средства массовой информации, они запретили заставлять женщин обязательно носить хиджаб. Все, сирийская женщина свободна и может, ну, по крайней мере, внешне выглядеть, как она хочет. Вы сказали, что нет общей методички для российской центральной пропаганды, да, там, или для властей, как угодно. А какая методичка у оппозиции, которую вы вспомнили? Ну, методичка я не знаю, но, по крайней мере... Ну, методичка, да, методичка условно, конечно. Да, но здесь явно присутствует какой-то серьезный, серьезный сдвиг в сознании, потому что вот и Латынина, и Шлосберг, они полностью вдруг слились... Вы сказали, что вы будете говорить про оппозицию, а про центральную пропаганду мы уже поговорили с вами. Ну, то есть, ну, давайте определимся в терминах. Вы все-таки настаиваете на том, что Латынина и Шлосберг являются центральной пропагандой. Я сейчас, ну, все-таки, давайте мы будем исходить из того, из общего восприятия. Все-таки и Латынина, и Шлосберг являются иноагентами, да, то есть формально они являются оппозицией, да. Иноагент — это оппозиция. Давайте исходить из формальных признаков, а не из... не докапываться сразу до сути, понимаете. Вы сразу пытаетесь сорвать все покровы и говорить по сути, а я сторонник постепенности. Вот. Значит, формально и Латынина, и Шлосберг являются российской оппозицией, они иноагенты. Латынина находится в эмиграции, Шлосберг подвергается определенным преследованиям, поэтому формально они оппозиция. Так вот, и Латынина, и Шлосберг полностью слились в своей, так сказать, риторике с Лавровым и теми... То есть это редкое исключение, когда они воспринимают, они реагируют на происходящее негативно, считают, что это очень плохо. Называют всякими, обзывают, так сказать, тех повстанцев, которые свергли режим Асада, говорят, что это еще хуже, что режим Асада — это был диктаторский режим, но вот то, что пришло, гораздо хуже. Причем, ну, понятно, что опираются на тот самый тяжелый политический анамнез, который есть у некоторых представителей тех противников Асада, которые пришли к власти. Но, опять-таки, вот здесь за этим видится такое, ну, как бы калька и зеркало того, что происходит в России. Не надо свергать путинский режим. Следующий будет еще хуже. Не надо свергать путинский режим, потому что потом придут к власти бог знает что. То есть не надо свергать Асада, потому что, смотрите, какие вот... Ну, Асад же, он в хорошем костюме ходит. У него великолепная, великолепная такая интеллигентная худощавая внешность. Он на самом деле представитель, в общем, мирной профессии. Он врач. Вот. А там, смотрите, какие страшные бородатые чудовища пришли. Они вот и одеты не так, как Асад. И они там говорят все время «Аллах Акбар», а Асад этого не говорит. То есть это все ужасно. То, что на самом деле Асад подвергал геноциду сирийский народ больше, чем любой. То есть на самом деле то, что сделал Асад, никакому исламскому государству не снилось. Ну, вот это вот такая позиция. Не надо трогать Путина, потому что дальше будет хуже. Эта позиция... Ну, вы очень сильно забежали вперед, Алена, когда начали меня упрекать, что я говорю об оппозиции, хотя я говорю о... Хотя реально мы касаемся тех людей, которые являются путинской обслугой. Это вот такая специфическая часть, на самом деле, путинской обслуги, которая выдает себя за оппозицию. Как там на самом деле это устроено? Получают... Я не думаю, что Латынина, а тем более Шлосберг, получают деньги от путинского режима. Нет. Это своеобразный способ выживания. Это своеобразный способ такого вот существования внутри, в целом, вот этой медийной картины мира. Когда... Ну, с Шлосбергом здесь все более-менее понятно. Это попытка сохранить партию яблока в условиях фашистского режима. С Латыниной это, на мой взгляд, индивидуальная беда. То есть в голове этой женщины происходит борьба между... Усиленная борьба между ее имперством и какими-то остатками здравого смысла. Причем имперство постоянно одерживает победу. И вот это все демонстрируется в прямом эфире. Вот. Так что... Ну, это индивидуальная проблема Латынина. Просто она достаточно популярна, поэтому есть смысл об этом говорить. Но это удивительное совпадение. То есть, на самом деле, то, что произошло в Сирии, вызывает положительные эмоции у огромного количества людей. Негативные эмоции вызывает у Лаврова, у Шлосберга, у Латыниной и у иранского режима Айатол. Вот такая компания. Не читал, но осуждают. То есть, мы, конечно, предполагаем, что действительно думать о том, что в Сирии будет праздник демократии, и что там будет вся эта европейская или прозападная свобода. Нет, не приходится. Есть географические, исторические, этнические особенности этого региона. Но, в конце концов, мы говорим об осаде, который действительно был абсолютно жесток к своему собственному народу. И достаточно посмотреть, как сам народ ликует того, что его нету. А вот что будет дальше, это отчасти еще и ответственность мира. Создадут они условия для нового тирана или все-таки этого не позволят? Ну, завершая наш сегодняшний разговор, Игорь, я тогда бы добила все-таки темой оппозиции. Но только здесь уже не с такой иронией, как в сторону Юлия Латынина. Я не хочу там всех под одну гребенку, но тем не менее. Декабрь, он, как правило, знаменуется месяцем, когда все западные СМИ подводят некие итоги. Мы увидим с вами рейтинги, номинации и тому подобное. Значит, сейчас первым выстрелил журнал «Тайм», который пытается определить человека года. И вот на данный момент пока известны только номинанты, среди которых Камала Харрис, действующая вице-президентка, Кейт Миддлтон, Илон Маск, Вениамин Нетаньяха. Это я так перечисляю широко известных. Марк Цукенберг, Дональд Трамп и там же оказалась Юлия Навальная. Если хотите знать, то у меня триггерит не только Юлия Навальная, а и в том числе Дональд Трамп, в том числе Илон Маск. Ну, Нетаньяха тоже там, по сути, я всегда на стороне Израиля, но учитывая, что есть ордеры на аресты от Международного криминального суда, это тоже выглядит как-то странно. Показывает ли этот рейтинг какие-то тенденции? Ну, кроме того, что это абсолютно субъективный рейтинг, который не основывается ни на чем. Что уж говорить про Дональда Трампа, который еще даже не был инаугурирован и не вступил в должность действующего президента? Триггерит то, что нет у украинцев. Да, что же сделал такое Юлия Навальная, чего не сделал ни один из украинцев? Ну, насчет, так сказать, некоторых ожиданий, на основе которых делаются уже выводы, здесь есть каноническое событие, это вручение Нобелевской премии мира Бараку Обаме, который ничего не сделал, как в фильме «Кавказская пленница», ничего не сделал, только вошел. И уже, так сказать, вдруг получил Нобелевскую премию мира. И дальнейшее его президентство, ну, за исключением, может быть, каких-то хороших событий, хороших поступок, когда он, например, приказал уничтожить Усаму Бен Ладена. Это, пожалуй, один из немногих очень таких позитивных поступков, из-за которых можно было бы дать какую-то награду, но уж точно не Нобелевскую премию мира. Так что все это, вы знаете, вот все эти, так сказать, называния человека года, это все у меня такое ощущение, что это все какая-то пена. Понимаете, вот это очень какая-то легковесная история. И я думаю, что вообще, вот, слушайте, это то же самое, что Путин же несколько раз был человеком года. Значит, Гитлера называли человеком года. Так что, я не знаю, вот люди, которых называют человеком года, на место некоторых людей, если у них есть действительно ощущение какого-то историчности и понимания того, что это означает, может быть, и стоило бы публично сказать, нет, извините, я в такой компании находиться не хочу. То есть, я не знаю, кто бы мог так отреагировать, из тех, кого вы перечислили, я не знаю никого, кто бы обладал таким уровнем рефлексии и таким уровнем, так сказать, самоуважения и достоинства, который мог бы так сказать. Но, вы знаете, может быть, даже и неплохо то, что никого из украинцев в этом шорт-листе нет, или лонг-листе, я не знаю уж какой здесь лист был зачитан. Может быть, это и неплохо. Потому что это все пена. А украинцы на сегодняшний момент действительно ведут тяжелую войну, тяжелую борьбу за выживание собственного народа и за сохранение собственного государства. И здесь не до пиара. Потому что те люди, которых вы назвали, Илон Маск, Юлия Навальная, Дональд Трамп, они все про пиар. Я удивлен, что в этом перечне нет Рамзана Кадырова. Потому что он на самом деле действительно большой мастер пиара. И вполне заслуженно находился бы в этом ряду. Почему Путина нет? Удивительно. Так что то, что нет украинцев в этом перечне, я считаю, что это очень хорошо. Знаете, как интересно. Вы говорите о том, что действительно определенное проявление достоинства это отказаться вообще даже быть среди номинантов. Совсем недавно как раз такое событие произошло. Вы знаете, что каждый год выдают премию имени Сахарова. И в этом году от украинцев был номинирован абсолютно культовый исполнитель, лидер группы украинской бумбокса Андрей Хлыбнюк. Он еще и особенный тем, что на сегодняшний день он действующий военнослужащий украинской армии. Он дронщик. И параллельно с ним как раз, я вот там боюсь ошибиться, только Карамурза или Карамурза Яшин с Навальной были тоже номинированы. Как всегда, вот эти хорошие украинцы. И вот тут, значит, вот не такие, как все россияне. И Андрей Хлыбнюк, понимая, что будет скандал, потому что все это тоже непросто, когда тебя номинируют, это не похоже на журнал, это все-таки большая такая премия. И он понимал, что это не ок, что вот он определенным образом он подставляет и организаторов, и тех, кто его номинировал. Но он сказал, я не могу. То есть я даже не хочу быть с ними в одном списке, зная все, все это чувствуя. Он там с 2014 года давным-давно, как и многие другие украинские артисты, перестал выступать в России. С 2022 года, даже имея русскоязычные песни, он уже ничего не исполняет из этого. Но вот это, наверное, как раз пример того, что вы говорите, мы всегда вправе выбирать компанию, в которой мы оказываемся. Да, это так. И действительно, вот это отсутствие суетности, вот этой погони за какими-то блестками. И здесь очень важно вот это чувство собственного достоинства, которое заставляло того же самого Андрея Дмитриевича Сахарова единственного среди депутатов Верховного Совета СССР сидеть, когда исполняли гимн Советского Союза. Вот все встали, Андрей Дмитриевич Сахаров сидел. И это вот чувство, обостренное чувство собственного достоинства, которое позволяет идти против течения, позволяет выбирать компанию, и которое позволяет возможность, так сказать, отказываться от тех премий, которые опорочены присутствием недостойных людей. Вот это вот очень важно. И еще раз подчеркиваю, я, например, считаю, что это очень хорошо, что украинцев нет среди номинантов на звание Человек-года. Пускай они, так сказать, у них своя свадьба, что называется, пускай они раздают эти награды и тем самым создают себе биографию. Да, друзья, и я позволяю себе такую роскошь. Конечно, я сама всегда себе выбираю компанию, в которой я хочу оказаться. И в компании Игоря Яковенко, конечно, я хотела оказаться, и поэтому для нас большое счастье, Игорь, что каждый понедельник мы имеем с вами возможность встречаться в нашей рубрике, в нашей программе «Яковенко.Нес». Спасибо вам большое за этот час. Спасибо большое, что были вместе с нами.